Мирное соглашение не помогло. Ровно через год после его подписания в Республике Южный Судан возобновились столкновения между участниками давнего конфликта, сторонниками президента Салвы Кира и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риэком Машаром. 12 месяцев назад Кир и Машар обменялись рукопожатиями на переговорах в Адис-Абебе и, уступая дипломатическому давлению, пообещали добиться прекращения насилия. Надежда на стабилизацию укрепилась, когда в январе Кир и Машар решили создать переходное правительство национального единства. Их договоренности точечно нарушались, но были окончательно сорваны в июле, в канун пятой годовщины независимости Южного Судана. Полсрока существования в качестве самостоятельного государства Южный Судан воюет. Конфликт спровоцирован межэтническими разногласиями народности Динка, к которой относится президент Кир, и Нуэр, которую представляет Машар. Война отличается особой жестокостью по отношению к мирному населению. Все стороны конфликта устраивают массовые убийства и этнические чистки. Счет убитых идет на тысячи. Два с половиной миллиона человек покинули свои дома. Многие бегут за границу. Одним из главных направлений для переселенцев остается соседняя Эфиопия. Беженцы из Южного Судана также устремляются в Уганду, Кению и Судан. По данным наблюдателей, с июля, когда в столице Южного Судана Джубе возобновились столкновения, страну покинуло около 60 тысяч человек. Общее число беженцев таким образом приближается к миллиону. Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011-м, после десятилетий гражданской войны. С тем, чтобы практически сразу погрузиться в новый гражданский вооруженный конфликт. Государство относится к группе стран с высоким риском гуманитарной катастрофы. По оценкам специалистов, более третье население столкнется с голодом в ближайшие месяцы. Совбез ООН одобрил усиление миротворческой миссии в Южном Судане. Хотя после недавних столкновений в Джубе, правозащитники обвинили голубые каски в бездействии.